Безопасность прежде всего. В этом году в массовом порядке проводятся проверки газового оборудования в многоквартирных домах. Поводом для них стали и участившиеся случаи взрывов бытового газа в масштабах страны, и предписания законов, устанавливающие определённую периодичность проведения данных работ. Важный момент в этом процессе – инициатива самих жителей, которые должны заключить договоры со специализированными организациями. Есть постановление правительства Российской Федерации за номером 410 от 13 мая 2013 года, в котором чётко прописано, что собственникам помещений на квартирном доме требуется заключить два договора на обслуживание газового оборудования – общедомового и внутриквартирного. Данные договора являются бессрочными, заключаются с организацией, занимающейся обслуживанием газовых сетей. В нашем случае это филиал акционировавших «Газпром-городоспределения Реслав» в городе Мышкине. Техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового оборудования, согласно договору, осуществляется раз в три года. И, как показывает практика, это оправданная необходимость. Газ – это взрывоопасное вещество. То есть от него можно как, если он просто коптит, допустим, просто угореть. Если не работает та же вытяжка или тот же дымоход, это несчастный случай. Если есть перекрытие, где попадает вода, то тоже надо это все проверять газоанализаторами, не идет ли оттуда газ. У нас несколько квартир сгорело. Просто кабель шел по гибкому шлангу, к микроволновке и к стиральному автомату. Прошибло этот шланг, то есть загорелась вся кухня, сгорела. Ну, слава богу, обошлось без жертв. То есть все это реально. Когда мы делаем техническое обслуживание, мы на это указываем. Если дому более 20 лет, то в нем с периодичностью в 5 лет необходимо проводить еще и диагностику газопровода и оборудования. А это делают уже другие специализированные организации, имеющие лицензию, обученный аттестованный персонал и лабораторию. Перед ними стоит более узкая задача. Самое главное – это герметичность, то есть это опрессовка должна происходить, это проверка сварных стыков, то есть они их светят, замеряют толщину. После этого они делают отчет. То есть деформировался газопровод, не деформировался. Но все, что замечания они дают в своем отчете, выполняем мы. Надо заметить, что техническое обслуживание и диагностика газового оборудования – это не новые и недополнительные услуги. Было так. Есть поставка газа, и все ходило в тариф этой поставки. На сегодняшний момент было принято решение, что каждый вид услуг разделили по разным организациям. Есть транспортировщики, есть кто обслуживает сети. Стоимость технического обслуживания и диагностики газового оборудования в каждом случае индивидуально. А варианты заключения договоров различаются в зависимости от того, каким способом управляется многоквартирный дом. Дом номер 57 по улице Академика Опарина работает с управляющей компанией Северного жилого района. Соответственно, все общедомовые договорные отношения она взяла на себя, и в том числе поиск организации, осуществляющей диагностику. Жильцам оставалось только провести собрание и собрать деньги. Каждая квартира заплатила за диагностику по 750 рублей. Эта сумма вошла в стоимость содержания дома, но с рассрочкой. «Мы поговорили и с управляющей компанией, и они согласились нам распечатать платёжки с рассрочкой на три месяца по 250 рублей с квартиры. То есть, мы выплатили это июнь, июль, и август, и в сентябре уже первое провели, практически первое». О диагностике газового оборудования жильцы дома номер 57 по улице Академика Опарина побеспокоились ещё до официальных напоминаний о её необходимости. Дома уже 40 лет, и поводы для беспокойства тоже были. «Мы слышали запах и вызывали аварийные бригады. То есть, у нас там было, ну, где-то пропускало на прокладках. То есть, они вот была замена прокладок». «А что диагностика показала?» «Диагностика показала, что всё хорошо. Только в одной квартире у нас пропускал вентиль, то есть, кран немножко. А в другой посоветовали заменить шланг соединительный. У нас у каждого ещё было вот в июне 2015 года каждый квартиросъёмщик заключил договор с межрегионгазом. И то есть, у нас проверили ещё до этого газовые плиты. Теперь будем спать спокойно». Дом номер 3А на площади Пушкина с 2013 года находится на непосредственном управлении. То есть, решает свои вопросы без управляющей компании. А заключение договоров осуществляет старшая по дому Светлана Дементьева. «У нас есть решение собрания, где мне доверили договоры с третьими лицами заключать. То есть, я по решению собрания заключила договор с нашим газовой службой с техобслуживанием. И просто, когда это будет техобслуживание проходить, приду по квитанции оплачу и, в принципе, проблем нет. Средства у нас на этой смете выделены». А вот вопрос с диагностикой. Жильцы дома номер 3А на площади Пушкина решили сразу на 20 лет вперёд. Получив информацию из управления жилищно-коммунального комплекса, они посовещались, посчитали и пришли к выводу, что систему газоснабжения легче и дешевле заменить, чем диагностировать каждые пять лет. А для оплаты работ использовали средства капитального ремонта. Это возможно, если дом перечисляет их на специальный счёт. «И сделали себе, я думаю, хорошее дело. Люди многие поменяли, ну, заменили все краны там до подводки, до кранов запорных в самой квартире всё это делается. Кто-то установил счётчик для кого-то, это тоже хорошо. Кто-то уезжает на лето, чтобы не платить лишнее за газ, то есть многим это понравилось». Но дом номер 3А на площади Пушкина пока единственный в районе, который воспользовался возможностью капитального ремонта газовой системы. В то же время диагностику газового оборудования в Угличе ещё не прошли 125 многоквартирных домов. 81 не заключил договоры на техническое обслуживание. Отказ от этих действий может повлечь за собой приостановку подачи газа на законном основании и как предупреждение возможного ЧП. Ведь в процессе проведённых обследований была обнаружена далеко не одна бомба замедленного действия. И вот лишь несколько примеров. «Конкретно «Солнечник» 22, выявлено 3 утечки, «Алтыново» выявлено 5 утечек, 9 января дом 32, 11 утечек, «Ярославская» 5 утечек. Ну мы понимаем, что это фитилёк, который только надо поджечь, да, и может произойти несчастный случай. «То есть если бы не проводилась этой диагностики, неизвестно к чему?» «Конечно, конечно, конечно. Но я хочу вот отдать должность, что аварийным эксплуатационным участком филиала ООО «Газпромгородоспределение Ярославль», находящийся в УМР, все выявленные, скажем так, утечки незамедлительно были устранены». Таковы сегодня реалии и законы, что собственники жилья должны сами нести бремя его содержания. Но будьте уверены, вы не остались один на один с этими вопросами. Обращайтесь за разъяснениями в свою управляющую компанию, в управление жилищно-коммунального комплекса района, непосредственно в газовую службу, углический аварийно-эксплуатационный участок. И, как это не банально звучит, безопасность остается в наших руках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok